В железнодорожном районном суде выслушал приговор 31-летний уголовник, укравший дорогой внедорожник и алкоголь, находившийся в нем. Безработному подсудимому приглянулся Lexus стоимостью 1 миллион 700 тысяч рублей. Приятным бонусом для вора стали три бутылки виски и две водки, лежавшие в салоне иномарки. Преступление было совершено в апреле прошлого года. Владелец иномарки за неделю до ее кражи выставил машину на продажу. Внедорожник стоял на парковке возле дома потерпевшего на улице Демьяна Бедного. После исчезновения машину нашли в арендованном угонщиком гараже на промышленной улице, который он специально снял, чтобы спрятать добычу. Владелец бокса в это время был в командировке на Сахалине и понятия не имел о том, что происходит. Однако, Хабаровчанин подробно описал человека, арендовавшего гараж, и вскоре полицейские задержали мужчину. Подсудимый преступление совершил ночью. С помощью неустановленного следствием сканирующего устройства он нейтрализовал сигнализацию машины и уехал. Линия защиты задержанного сводилась к тому, что он отрицал причастность к угону и предлагал алиби, которые ему предоставляли родственники. Доводы Хабаровчанина суд не убедили. Было собрано достаточно доказательств, противоречащих его словам. Благодаря спланированным и правильным действиям сотрудников полиции МВД России города Хабаровска было установлено местонахождение похищенного автомобиля, а также два свидетеля, которые в ночное время суток видели, каким образом подсудимый похищал автомобиль «Лексус». Подсудимый уже угонял машину и отбывал за это срок. Он освободился из колонии в городе юности за три месяца до совершения автохищения. Кроме того, фигурант имеет судимости за кражи и грабеж. Официального заработка у мужчины нет, жены и детей тоже. Приговор четыре с половиной года колонии строгого режима. Автомобиль возвращен хозяину. С места происшествия Константин Ковешников Анастасия Манина и Андрей Алферов.